Доброго времени суток На основе платформы 5М все однотипные и достаточно похожие друг на друга Данный же проект тоже не особо выделяется из всей массы проектов на 5М Ну, все-таки у него есть свои фишки, которые мы, наверное, все-таки посмотрим в этом обзоре Ну и приступаем Мы появляемся на неком острове, отделенном от Лос-Сантоса, от основного материка Вот этот маленький островочек, который был добавлен когда-то разработчиками GTA Ну и теперь вот на этом проекте он используется как точка появления нового персонажа К сожалению, меню кастомизации персонажа я не смогу показать Потому как 5М не очень дружит с оборудованием от NVIDIA И запись пошла не сразу Пришлось полазать, понастроивать Поэтому часть начала я пропустил Тот момент, когда надо было персонажа настраивать Ну, предыстория такая, что мы летели на самолете Самолет упал, вот он там сзади, вы его, может быть, видели Валяется Ну и предоставляется нам лодочка На которой нам надо проплыть 20 метров, чтобы оказаться на другом берегу В общем-то, вот такая вот предыстория нашего персонажа После падения, естественно, он болен И первым заданием по квесту И единственным, в общем-то, из этого квеста Нужно найти больницу и подлечиться Все, на этом квест заканчивается Но надо сказать, что везде на проекте И не только на этом острове И на большом, на материке На материковой части, так назовем ее, что ли На большом острове Тоже стоят NPC-шки, которые дают информацию Там, например, возле мэрии И так их можно найти где-то на карте И здесь тоже стоят NPC-шки У которых можно входить в диалог И там задавать всяческие вопросы Ну, которые вы тоже, наверное, видите уже Это прикольная тема Это информативная тема И это, можно сказать, как какой-то вот такой начальный квестик, что ли Все равно вы так или иначе коснетесь этих неписей И с ними вступите в взаимодействие И узнаете какую-то информацию Так вот, я, например, узнал, что здесь можно позаниматься рыбалкой Или помогать бандитам Но вот как помогать бандитам и как с ними работать Я не особо разобрался Этого мы коснемся чуть позже Ну, а рыбалка, она вот здесь прямо возле точки появления находится Этим я и начал, естественно, заниматься Но только после того, как посетил местную клинику Клиника, кстати, выглядит прикольно Соответствует мотивам этого острова Клиника маленькая Такая вот компактненькая Как и весь остров, в общем-то Ну, а внутри выполнена вот таким вот образом Достаточно антуражно Единственное, что мне не понравилось Лежать пришлось, наверное, минут 10 на этой койке Чтобы твое здоровье пополнилось Вообще, очень долгие таймеры здесь Связаны с геймплеем игрока Все так, достаточно долго, я вот так сказал Но, тем не менее, пришлось вылечиться И отправиться дальше Ну, и вот теперь уже рыбалка Скупщик рыбы находится рядом с госпитарем Ну, и как я уже сказал Практически везде стоит NPC Который раздает информацию У него-то можно узнать, как ловить эту рыбу Что для этого нужно И заодно он еще дает какие-то побочные разъяснения По типу, где еще что можно заработать Что можно сделать Как я и сказал, тема прикольная И оформлена тоже достаточно красиво Эта диалоговая тема мне достаточно зашла Потому что действительно бывает такое Что, ну, нет информации Как ловить, что делать, куда идти А вот эти неписи стоящие Они разъясняют очень многое Ну, ладненько Разговариваем с ним Проходим дальше Здесь стоит приемщик Рыбы, он же и торговец удочками Удочки, надо сказать Надо покупать сразу несколько Они ломаются По степени прокачивания Удочки будут ломаться меньше И еще есть удочки Которые, видимо, с какими-то повышенными характеристиками Которые ломают, ну, наверное, в 2-3 раза Меньше, что ли Не знаю, как-то так Ну, я брал обычные удочки Хорошие, дорогие удочки Продаются в магазине У него вот такие вот простые По 250 долларов Ну и все Отправляемся на рыбную ловлю Ну, вот тут заковырка Где ее ловить? С пирса Вот, например, куда я пришел Да, рыба не ловится Ни в какую То есть берем удочку Можно ее перетаскивать А можно назначить на кнопочку Да, то есть Ну, в дальнейшем я ставил на кнопку 1 И просто нажимаешь цифру 1 И все Заходишь в воду Делаешь то же самое Рыбу тоже ловить нельзя Оказалось, что рыбу можно поймать Только с лодки Достаточно странное решение Не понимаю, чем оно мотивировалось Но рыба ловится почему-то только с лодки А лодок всего 3 То есть, если придут 4 человека То 4 я не знаю, что будет руками ловить Сама же рыбная ловля Выглядит вот таким вот образом Достаточно незамысловатое Но прикольное занятие Ничего от вас особого не требует Как я сказал Ставите удочку на цифру 1 Там или 2 Как вам удобно И потом, когда в конце появляется Вот это колесико Надо просто поймать пробелом Зеленую зону Поймали зеленую зону Что-то произойдет Не поймали Тоже что-то произойдет Без разницы на самом деле Если вы ловите вот это зеленое колесико То вы можете поймать на удочку креветку Если вы промахнулись То лосось там И еще какое-то перечисление рыб идет Какая рыба хорошая Какая дорогая Какая недорогая Ничего не понятно Продавец берет оптом Нету никакой ценовой политики Просто сколько у вас есть рыбы Столько вы и продадите Зачем это колесико Особо я не понял Ну, в общем-то Вот такая вот рыбная ловля Надо сказать, что оплачивается Достаточно неплохо Так как я уже сказал Что ничего от вас не требует Да, нажали цифру 1 Потом нажали пробел Нажали цифру 1 Потом нажали пробел Рыба сама падает вам в рюкзак Все, что от вас требуется В дальнейшем Просто отнести ее Вот здесь вот 20 метров Стоит этот приемщик рыбы Фармится Денюшки достаточно неплохо Быстренько я бы даже сказал И не напряжно В отличие от следующих Рабочих занятий Которые мы разберем чуть позже Ну, а пока я занимался Рыбной ловлей Бегал продавцу Сдавал ее Покупал новые удочки Таким образом Нафармил себе Первоначальные денюжки И пошел по заданию Этого НПС Который сказал Что можно заниматься Рыбной ловлей А можно помогать И выполнять Какие-то задания у бандитов Вот какие задания у бандитов Я на самом деле не понял Я бегал много На карте набросаны Точки G Вот они обозначены На карте Синенький кружочек И на нем написано G Что это такое Я не понял Я побегал по ним По всем Прибегаешь на точку А там ничего нету Здесь есть такие Вот вы сейчас Наверное видите Бункеры какие-то Туда спускаешься Там находится Цеха Цеха Эти нужны для крафта Но крафт очень мудренный И не весь крафт Вообще Там еще нужно Очень много Большой список Заморачиваться этим Вообще никак не хочется Но если NPC имел ввиду Вот эту помощь То достаточно сложная Для новичка Не знаешь где чего покупать Где что брать В общем-то Ни черта еще не понимаешь А тебе уже вот такая вот Задача перед тобой стоит Но я думаю Что должна быть Какая-то другая работа Но я обегал по острову Все И не нашел Никакой другой работы Кроме вот рыбалки Далее я пошел В магазинчик Магазинчики сделаны Прикольненько Ну в общем-то Как и на большинстве Проектов На базе 5М Там можно купить себе Какие-то первоначальные Шмотки Или какую-то еду В общем-то все Пришла пора Покидать этот остров И вот тут я столкнулся С другой задачей Во-первых На острове нету Никакой техники Ни мопеда Ни велосипеда Стоят машины Которые взять нельзя Приходилось Очень много бегать Вот я вначале сказал Что Геймплейные таймеры Слишком большие Ну бегать приходится Очень много Так как ты новичок Ты хочешь во всем разобраться Тебе надо все посмотреть И все это бегом Это тратится Огромное количество времени Зачем стоят машины Не знаю Наверное какие-то фракционные Потому что с ними Взаимодействия никакого нету Далее я решил Уплыть с этого острова И еще одна загвоздка Есть точка Видимо точка телепортации На большую землю Так ее назовем Но она со мной Никак не взаимодействует Вот сейчас вы это видите Я захожу на круг А мне пишут Что вам отказано Вам отказано Ну-ка чего же делать Ну пришлось искать Ту самую лодку На которой я сюда приплыл И на ней добираться Уже на большую землю И опять следующий вопрос А куда ехать На большую землю Куда именно В какую точку Что мне надо делать В дальнейшем Абсолютно непонятно И вот тут бы не мешала Какая-нибудь квестовая цепочка Которая тебя приведет На большую землю Но ее как я сказал Нету Весь квест Найдите больницу А дальше все Осуществуйте как хотите Ну что ж Пришлось плыть На этой дурацкой лодке Надо сказать Что опять-таки Я потратил Огромное количество Времени Чтобы добраться До автошколы Я решил Что ну наверное Первым делом Надо посетить Автошколу Туда-то я в общем-то И направился Дорога от этого острова До автошколы Я вам скажу Очень долгий путь И было время подумать И мне показалось Что ну проект Абсолютно непродуманный Зачем новичка бросать На тот остров Который в общем-то Предназначен для Крайма Для криминала Там все на этом Деле заточено Что там делает новичок Абсолютно непонятно Непонятно Чем заниматься новичку Как оттуда добраться Почему нет транспорта На котором новичок Может передвигаться Какой-то аренды Или еще чего-то Нету никакой точки Куда надо двигаться Новичку Пришедшему на проект Вот куда мне надо двигаться После того Как я устал бегать По этому маленькому острову Да вообще непонятно куда Но вот я выбрал Сам для себя Эту точку Сам себе так сказать Развлекай Ну вот двигаемся туда Но уже какие-то мысли У меня посещали Что что-то здесь Не продумано Вот ну нету Ничего За что бы могло Пока зацепиться зрение Или захотелось Поиграть в это Ничего вот такого Я пока что не увидел Ну и даже Когда я добрался До этой автошколы Которая выглядит Вот таким вот образом Мои сомнения Не стали рассеиваться Ну видите Стоит два NPC Одна просто стоит На антураж Другая вроде бы Как для взаимодействия Взаимодействием с ней Выскакивает список категорий Естественно я выбрал Категорию B А вот А что дальше-то делать Вот что делать дальше Никакого пояснения Там пройдите В тот зал Там или Пройдите к машине Или там сдайте Практический экзамен Ну ничего нету А я например Только что пришел С проекта Arma 3 Ролеплей Где лицензии просто продаются И я уж подумал Может быть здесь тоже Они просто продаются И все О том что я заплатил Табличка выскочила А что дальше делать Ничего нету Никаких подсказок Здесь же рядом С этим NPC Стоит аренда Аренда транспорта Но по каким-то Непонятным ценам Это для чего такое Позже я покажу вам Магазин И вы тоже наверное Удивитесь Вот этим ценам И цены которые В магазине Зачем арендовать Вот за такие деньги Для меня действительно Это непонятно И почему аренда Стоит в автошколе Вот вообще Объяснить не могу Ни цены Ни транспорт Ни почему В автошколе Ну а если касаться Это автошкола То оказывается Там на улице Меня ждет машина Но только об этом Я не узнал Если бы я вышел Через черный ход Как и зашел В эту автошколу Я бы даже и не понял Что мне надо идти И садиться в эту машину Которая уже стоит Заведенная Блин ну вот Какая то Недосказанность опять Какая то Непродуманность Но тем не менее Автошкола работает И надо сдавать Практическую часть Она неинтересная Скучная Ездишь по маркерам Точно так же И категория С Поэтому даже Показывать категорию С Не буду Потому что вот Ну в общем то Чего здесь Единственное еще Что хотелось бы сказать Что школа Принимает только наличку То есть Такой Симуляция каменного века У меня есть карточка Но Я не могу расплатиться Карточкой Мне надо бежать До ближайшего банкомата Между прочим Которая находится Достаточно далеко И аренды Нормальная аренда Да Дешевая аренда Скутера какого-нибудь Здесь нету Беги бегом Или носи наличку С собой Ну такая вот Как я сказал Симуляция каменного века Ну а вот Так создается здесь В общем то Категории на права Банальное катание По точкам Ну да и ладно На права я все же таки В конце концов сдал И Ну я устал Бегать пешком Но так как у меня Теперь есть права Нужно купить Какой-то транспорт Еще расскажу Что на проекте Нету никакой аренды Кроме вот этой Которую я показал По непонятным ценам Поэтому Путь мой Лежал в ближайший магазин Не знаю Если честно Сколько здесь магазинов На сайте я видел Скриншоты Красивых Интерьеров Но вот Выглядело это все Вот так Когда я пришел в магазин И казалось бы Да Есть какое-то оформление Стоит автосалон В автосалоне Стоят какие-то Непонятные модельки Да Ну хрен с ним С этими модельками Взаимодействие Это где Где взаимодействие Есть кабинеты Оформленные Два штуки Я их тоже проверил Там нет ничего Нигде не стоит Никакая НПС Блин Какая-нибудь девчушка Блин Не знаю С кем взаимодействовать Оказалось Что надо зайти На задний двор Обойти Это все дело И вот здесь У двери Стоит маркер Вот опять Это чего такое Вот я хрен его знаю А почему нельзя Этот маркер Оформить красиво Там же В автосалоне Поставить Какого-нибудь мужичка Или девочку И взаимодействовать С ним Почему надо У какого-то Черного входа Ставить маркер Это непонятно Ну и дальше Что меня удивило Это вот такая Вот менюшка Она в общем-то Везде такая Неоформленная Здесь меню Неоформленное Вот то что вы видите И аренда Все там на словах Было написано И вот автосалон Я не знаю Этих названий Мне нужна картинка Мне нужны ТТХ Ну Показания Этих машин Сколько она ездит В конце концов Как она выглядит Ну в результате Этих надписей Непонятных Я на самом деле Действительно не знаю Каким задротом Надо быть Чтобы выучить Все эти названия Я хрен его знаю Я выбрал какое-то Которое я еще не встречал И купил Вот такое вот Убожество Что это за машина Понятия не имею Но это результат того Что я не знаю Этих названий Я просто нажал Какое-то Ну и вот Теперь у меня Вот такая вот машина Машинка Кстати прикольная Ну дурацкая Выглядит какая-то Я такую в жизни Не видел По-моему Это вообще Не знаю Что это такое Но она электрическая Электрическая Но взаимодействия С электрической машина Здесь нету Электрическую машину Надо заправлять Бензином Потому что Ну вот Машина электрическая Есть А механики Такой нету Ну вот такое вот Чудо техники Теперь у меня Есть Но хотя бы Такое есть Потому что Бегать я реально Уже устал Но приобретение Этой машины Проблем Мне только Добавило Сбило С толку У меня Еще и то Что она Электрическая А дело В следующем Вы же Видите Сейчас интерфейс И на интерфейсе Ну нигде Нету Ни слова Ни кнопки Завести машину Заглушить машину А оказывается Ее можно глушить И нужно Заводить Но об этом Вы не увидите И вы можете Заметить Что я сел А она сама Завелась Я ничего Не делал И это Сыграло Со мной Злую шутку Это опять К тому Что проект Недоделанный Недопиленный И какой-то Ну вот Несуразненький На самом деле И случилось Со мной Следующее Когда я Отошел От машины И вернулся Она не заводится Вот не заводится И все Ну я знал Что нету Никакой механики Работы с электротранспортом Поэтому я побежал Купил сумку Купил канистру Залил канистру И машина Завелась Опять Сбило меня С толку Оказывается На этом проекте Чтобы завести машину Или ее заглушить Нужно нажать Escape Выйти в карту Там будет написано Взаимодействие с машиной F2 Вы нажимаете F2 Выскакивает меню И да В этом меню Есть Выключить машину Но об этом Вы не узнаете Пока вот не проделаете Такой путь И еще беда В том Что если в нее Залить топливо То она тоже Заведется Без всяческих Взаимодействий Без всяческих Переходов на F2 В меню машины И тому подобное Она просто заведется Надо только залить В нее бензин Но если вы Зальете в нее Бензин Несколько раз То шкала Богойдется И будет вот такой Как вы сейчас видите Просто на весь экран Синяя шкала топлива Вот такая вот Машина Такой вот проект Как я сказал Очень много Недосказанного Недоделанного Ну и в общем-то Не очень интуитивного Ну и я отправился Дальше на поиски Каких-то интересных Механик Может быть Каких-то рабочих Занятий И тому подобное Но Должен сказать Что ничего хорошего Я к сожалению Не нашел Первым делом Я посетил Вот эту вот точку Это Достаточно Распространенный Скрипт Как я и говорил Что проекты На базе Мультиплеерной Платформы 5M Они очень схожи Друг с другом И этот скрипт Вот на эту вот Работу доставщика Он очень распространенный Он есть практически на всех Проектах 5M Ну и здесь он тоже есть Вот так вот это выглядит Мы берем в аренду машинку Нам дается Какое-то количество точек По-моему Оно выпадает рандомно Честно говоря Не считал Ну порядка 5 точек Вам надо доставить Выглядит эта работа Вот таким вот образом Сам скрипт Прикольный Прикольный Такой Ну Хорошо оформленный Красиво сделанный Видите Мы берем тележку Тележку Отвозим К какому-то входу Там где стоит маркер В общем-то Достаточно антураж Возможно атмосферненько Выглядит это рабочее занятие Но к сожалению А может к счастью Я не знаю Но это единственное Что я смог здесь найти Дальше я поехал На карьер Но карьер Я не понял Что это такое Опять наверное Я не разобрался Скорее всего я Буду видеть себя Но здесь почему-то Выскакивает табличка Отправиться обратно В тюрьму Или продолжить работу Видимо Эта точка Не для гражданских Наверное здесь Работают те Кто попадает в тюрьму Ну иначе Как объяснить то Что меня посылают В тюрьму Обратно А я там не нахожусь Точка оформлена Вот таким вот образом Но ничего здесь нету То же самое На карте Есть шахта Но в шахте Нету вообще ничего Вот вообще ничего нету Обозначение Что шахта есть На карте стоит Обозначение Точка Метка Все есть Есть название Шахта Приезжаешь А там нет ничего Я бегал 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 Ничего не нашел Следующим же Я решил поискать фермы Я видел вконтакте У них в группе Что есть какие то фермы Да действительно Точек по карте Разбросано С надписью ферма Просто огромное количество Причем Большинство из них С какими то идиотскими названиями Типа Ферма какашек Или ферма бобров Какая то хрень Я не знаю что это такое Я поехал туда Где обычно На проектах GTA 5 Ставится ферма Ближе к поле Тебе туда Но куда бы я не зашел Везде написано Дверь закрыта Дверь закрыта Дверь закрыта Ничего не работает Не знаю Что это такое И везде Вот эти вот Как я говорил в самом начале Кругляшки В которых написано G Буква G Что это такое Я так и не разобрался Наверное это какой то Краем Наверное это к организациям Какое то отношение имеет Я не знаю Точек много Ничего не работает И наверное Ферма тоже Наверное Принадлежат кому то Потому что Ну вот простой Гражданский Такой как я Новичок Ни хрена не смог Сделать Куда бы я не бегал Везде все закрыто Поэтому я побежал Еще на одну работу Она называется Дальнобойщики Или доставщики Транспортное агентство Как то вот так Вот в общем И такой скрипт Я тоже видел Но я его видел На более менее Поднятом Проекте Где есть онлайн Судя по всему Что здесь надо Арендовать машину И брать заказы Но вот когда Вы нажимаете Взять заказ Список пустой Заказов нет Я так предположил Не знаю точно Это или нет Спросить было не у кого Я был чуть ли не один На проекте Спросить не у кого А заказов нету Вот просто нету И нету Я подождал Минут наверное 20-30 Я сидел ждал Думал что может Что-то появится Может какие-то будут Бот заказы Но нету никаких Никаких абсолютно То есть Опять же таки Рабочее занятие Мертвое Ну а больше Мне Тут искать было нечего Рыбалку я показал Ну и если Вот говорить Про рыбалку И про то единственное Занятие доставщика Которое я вот Показывал первым На автомобиле Где мы арендуем Да То тут я бы наверное Еще сказал Что и экономика Тоже поломанная Потому что Занятие рыбака Требует от вас Нажатия двух кнопок Я говорил Да Если вы ставите Удочку на цифру 1 То следующее Нажатие кнопки У вас будет пробел Так и нажимаете Один пробел Один пробел И зарабатываете денежки Это же занятие Доставщика Которое я показывал первым Требует от вас То есть взаимодействие Да Вам надо доехать до точки Выйти из машины Взять тележку С тележкой дойти до точки Потом вернуться к машине И поехать на следующую точку А вот по оплате Гораздо удобнее нажимать Один пробел Один пробел Заработаете гораздо больше И быстрее То есть над экономикой Тоже никто не работал Я бы еще потестил Какие-нибудь экономические Взаимодействия здесь Но к сожалению Здесь нету работы Я не знаю чем мне делать Поэтому вот Я даже сбегал в мэрию Да На проектах 5М Редко встретишь Мэрию Здесь мэрия есть Здесь вообще очень много Взято с дэтнета Так и мэрия Тоже взята с проекта Дэтнет Она здесь есть И даже подходишь к боту Спрашиваешь ее Как я могу устроиться Она говорит Подойдите к терминалу И выберите профессию А терминала нету Вот нету его И все Вот я хрен его знает Как так проекты делают Мэрию поставили Но видимо стащили С дэтнета Не полностью Потому что Ну нету никакого Здесь терминала Я тут все облазил Даже второй этаж Оббегал Нету никакого терминала Ну и в общем-то все И последним гвоздем В крышку моего терпения Было это Когда я перезашел И оказался На том острове Где я был Новичком Но только теперь Уже и лодки Даже нету Ну и все Тут я опустил руки И решил уйти С этого проекта Мне он не понравился Он недоделанный Он не тестированный Он не настроенный Он не 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 К чему бы вы не коснулись Будет только не Не интересно Непонятно Не адекватно И только вот В таком вот ключе Все не Не и не Ну вот такой вот У меня получился обзор Вот такой вот проект Заходите Смотрите Может быть вы разберетесь В чем-то больше меня Но я увидел Вот то что увидел И показал это вам Ну и будем на этом Заканчивать Спасибо всем Кто посмотрел И всего вам Доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok